По Владарской области отпустили на свободу экзаместителя Акима региона Арслана Абдекалыкова. Чиновник высокого ранга был осужден на 5 лет за мошенничество в крупном размере. За решеткой он провел всего один год и 9 месяцев. Оставшийся срок ему заменили штрафом. Как часто удается тем, кто воровал казенные деньги, досрочно выйти на свободу, знает Алия Алмухамбетова. С сегодняшнего дня Арслан Абдекалыков вольный человек. Суд освободил его из-под стражи, но занимать государственные должности ему по-прежнему нельзя. Экзаместитель Акима отсидел 1 год, 9 месяцев и 25 дней. За оставшиеся 3 года отделается штрафом в 666 тысяч тенге. Сумма складывается из расчета 1 месячный расчетный показатель за 4 дня лишения свободы. Тот был положенную часть срока, не имеет взыскания, не имеет 4 поощрения. Сдержки по приговору суда добровольно ему плачены. Арслан Абдекалыков всего лишь один из фигурантов громкого дела. В конце 2013 года с поличным задержали его коллегу Тулегена Бастенова. У чиновника при себе было около 9 миллионов. Деньги предназначались руководству региона в качестве вознаграждения за госзаказ на строительство школы. На тот момент таким областей Ерлан Арын тогда уволился по собственному желанию. Мол, виноват, не доглядел. Однако ему тоже пришлось предстать перед Фемидой. 26 ноября 2014 года Ерлан Арын был признан виновным по статье «Злобутрубление должностными полномочиями лицом, занимающим ответственную государственную должность». Еще две статьи «Взяточничество» и «Мошенничество» были сняты. И за все это его осудили на условный срок. Тот самый советник посредник Тулеген Бастенов за покушение на мошенничество в крупном размере и подстрекательство к даче взятки получил 3 года и 6 месяцев колонии общего режима с конфискацией имущества. Но уже через 5 месяцев реальный срок ему заменили на ограничение свободы. Арслану Абдекалыкову был вынесен самый суровый приговор, но и он покинул стены колонии. Легко отделались участники Большого Акиматовского дела в Кустанайе. Акиму города, его заместителям и предпринимателям вменяли коррупцию, превышение полномочий с ущербом государства в 80 миллионов тенге. Приговор им вынесли в апреле прошлого года, а уже осенью экс-заместитель Акима Кустаная Максут Калиев, осужденный на 4 года, покинул колонию. Готовится к освобождению и второй бывший зам городоначальника Фрунзи Каракелян. Он тоже отсидел треть однозначенных судом в 3,5 лет. За остальное расплатится 300 тысячами тенге. Третий участник Большого Акиматовского дела, кому повезло выйти на свободу раньше назначенного срока, Гагик Овнанян, также оплатил штраф в 305 тысяч тенге. 11 февраля он покинет казенные стены. Список бывших казахстанских чиновников, которые были осуждены по различным коррупционным статьям, и чье наказание впоследствии смягчили, можно продолжать долго. Единственный плюс – это штрафы, которые поступают в бюджет. Юристы прогнозируют на досрочное освобождение чуть позже может претендовать и экс-премьер-министр страны Серик Ахметов. Ему уже снизили наказание на один год и семь месяцев. Тем более, что несколько участников громкого процесса уже тоже освобождены. Алиял Мухамбетова, Тимур Атьмухамбетов, Информбюро, Павлодар.